Впервые подключать дома к отоплению поэтапно начали в прошлом году, а программа, которая пойдет речь в следующем сюжете, заработала в 2010-м. Как в этом году в Кирове будут утилизировать старые авто, сегодня обсуждали представители различных структур. Напомню, это уже третья волна акции, с помощью которой можно сдать машину и получить скидку на покупку новой. За прошлые годы таким образом в утиль были сданы больше 600 тысяч старых авто по всей стране. С 1 сентября этого года программу решено было возобновить. Чем она отличается от прежних и как принять в ней участие, расскажет Екатерина Зубарева. Несколько движений пресса и старый автомобиль превращается в металлолом. С тех пор, как в городе возобновилась программа по утилизации машин, на этом предприятии работы поприбавилось. Специалисты рассказывают, суть акции осталась прежней. Приезжаешь на старой машине, сдаёшь её, взамен получаешь хорошую скидку на новое авто, но только отечественного производства. Отличие лишь в том, что раньше характеристики старого автомобиля для утилизации были чётко прописаны. Теперь их определяют сами автодилеры. Возможно, это срок пользования автомобилем, возможно, это возраст самого автомобиля. Вследствие чего, то есть покупатель должен, прежде всего, должен обратиться к автодилеру и уточнить эти требования. После того, как требования согласуют, необходимо сделать копию паспорта транспортного средства и получить в ГИБДД справку о снятии автомобиля с учёта для утилизации. Затем с копией своего паспорта, с копией ПТС и справкой из ГИБДД, которую заверил автодилер, собственник вместе с машиной может отправляться к утилизатору. После того, как мы приняли автомобильную утилизацию, значит, мы его забрали, мы его утилизировали. Собственник автомобиля с документами на руках, с подписанным актом или актами приёма передачи или актом утилизации автомобиля возвращается в автосалон, где уже спокойно оформляет договор о продаже нового транспортного средства со скидкой. Напомню, скидка распространяется и на легковые, и на грузовые автомобили. Раньше она составляла от 50 до 350 тысяч рублей. Но так как теперь решение принимает сам автосалон, скидка может увеличиться. Правда, есть здесь и подводные камни. В Кирове старых машин больше, чем выделенных на регион субсидий. Поэтому на всех потенциальных участников программы их не хватит. Так что автовладельцев просят поторопиться. Программа продлится всего 4 месяца, до 31 декабря. Екатерина Зубарева, Алексей Стахиев, Бюро новостей Давича.